Продолжение следует... Все, что можно было из него понять. К тому же я предложу свои теории и прогнозы. Давайте приступим. Вот разъяснение трейлера второй части третьего сезона «Бриджертона». Имейте в виду, что в этом видео будут спойлеры. Трейлер новой части сезона начинается с слов «Леди Уистелдаун», «Дорогой нежный читатель, вчера вечером было сделано объявление». К этому добавляется кадр, где Колин идет с пенелопой перед Вайолетт и его сестрами. Был момент, они обнялись, счастье в центре. В этот момент его семье объявят о помолвке. Вайолетт сказала «Я рада за вас, Пенелопу примут в семью». На заднем плане сцены было интересно. Это была Элоиза, стоящая в шоке. Она знает, что Пенелопа – леди Уистелдаун. Колин хочет раскрыть ее. Так Элоиза затруднена, не хочет лгать брату и разрушать подругу. Голос в начале трейлера, возможно, часть объявления. Леди Уистелдаун разошлет его, пока Маркус с сестрой леди Денбери в следующем кадре «Колин помолвлен с Пенелопой Фезерингтон». Это шок для многих. Пенелопа – неподходящая пара. Бенедикт читает объявление. Сестры и мать Пенелопы слушают впервые. Выплюнули чай, пока оно читается. Леди Денбери. Кому воздух есть, сплетни королевы Шарлотта обдумывает план. Финансовая награда нахождения леди Уистелдаун задачу возглавит королева Шарлотта. Следующая часть трейлера посвящена подготовке к свадьбе. Мать Пенелопы упоминала, что хотела, чтобы все знали, что происходит. Был момент, когда Пенелопа и Колин были в церкви, где она упомянула ему об своей любви к нему, и что ничто не радовало ее так, как когда она была с ним. После этого между Элоизой и Пенелопой произошла сцена, где Элоиза встретила Пенелопу и упомянула, что знала о том, что она была за леди Уистелдаун, после чего Пенелопа умоляла Элоизу не говорить Колину, так как это разрушило бы всю радость ее жизни. Затем мы увидели возвращение Кейт и Энтони, последний раз их видели в начале третьего сезона, когда они ушли, потому что Вайолет была слишком напористой после их свадьбы. Так они, как мне кажется, больше вовлекаются в историю, и все кажется связанным со сплоченными братьями-сестрами. Похоже, у Энтони сомнение, стоит ли Пенелопе выходить за Колина. Как он отметил, это кажется неожиданным. Но у Колина есть уверенность, зная ее уже долго, что их связь крепка, и он знает все, что как ему нужно о ней, хотя мы, очевидно, знаем, что это не так. Это также намекнуло на сцену, которая, возможно, стыкуется со сценой в карете по уровню интимности. Во второй половине трейлера, похоже, происходит событие, где прославляют помолвку Пенелопы и Колина, и Матерь Пенелопы называет их парой сезона. Интересно то, что в комнате, где это происходит, мы видим, что в основном все братья и сестры составляют пары, включая Франческу и Лорда Киллмартина. Что-то показывавшее, что они прогрессировали, Бенедикт и Леди Тиллиарнольд показали, что они тоже развиваются. Кроме того, мы знаем, что там были Энтони и Кейт. Похоже, Элоиза все еще будет одна с недовольством Пенелопы за ее нечестность с Колином, ведь во время тоста она сказала, чтобы мы действительно узнали друг друга. Это вызвало беспокойство на лицах Колина и Пенелопы. Колин, скорее всего, понял, что Элоиза имела в виду что-то глубже, что может его беспокоить и вызвать напряжение между парой. В следующем отрезке трейлера казалось, что вся суть в том, что Колин все ближе к пониманию псевдонима Пенелопы, а она начинает ошибаться. Например, казалось, что она почти потеряла сознание, когда ушла в свою комнату одна, Колин нашел ее с чернилами на руках, а Элоиза снова отметила, что до тех пор, пока он не узнает настоящую ее, он не может истинно ее любить. Колин не должен знать мой секрет. Уистелдаун. Могущество. Хотя она и хочет быть с Колином. Леди Уистелдаун. Не отпускающая ее сила. Это еще одна любовь в ее жизни, от которой она не может отказаться. Затем была сильная реплика в трейлере, которую сказала Элоиза. Если ты не можешь сказать правду, я скажу его сама. В финале трейлера Колин сказал Пенелопе, есть что-то, о чем ты мне не рассказываешь. Все это происходило, когда все читали очередное письмо Леди Уистелдаун. И был голос за кадром Леди Уистелдаун. Пока большинство сезонов идут по шаблону, этот сезон – сюрприз. При словах был снимок Франческой и Килл Мартина. Их грустную судьбу мы знаем из романов. Был снимок Энтони и Кейт. Возможно, для демонстрации образца, хотя их путешествие было прервано. Но также были Бенедикт и Леди Тилли Арнольд. Возможно, они начинают подготовку к четвертому сезону. История Бенедикта – третья книга. Но, похоже, его история может стать основой четвертого сезона. К тому же был снимок, где Маркус и Виолетт танцуют вместе. Мы знаем, что из шоу «Королева Шарлотта» Виолетт готова вернуться, так что я думаю, что оба они будут вместе. Сразу после этого был кадр, где Пенелопа прячет свои письменные принадлежности. Это символизирует Леди Уиселдаун. И во время этого она посмотрела на свое кольцо, и как будто она решила, что для нее важнее – Уиселдаун или что-то другое. Или Колин так, что, вероятно, это будет тема, которая будет довольно часто встречаться в сериале. Кроме того, ее мать говорит ей, что ее долг – исполнять мечты мистера Бриджертона. А Пенелопа отвечает. «А как насчет моих снов?» Это показывает, что она сама, скорее всего, будет сомневаться в том, хочет ли она счастливого с мужчиной, если это означает, что ей придется отказаться от чего-то, что так важно для нее. Последняя фраза в трейлере была из закадрового голоса Уиселдауна, где она сказала, «Как бы я ни сплетничала, этот автор не может терпеть ложь». Мы знаем, что идет охота на личность Уиселдауна, и есть денежное вознаграждение. В романе Крессида утверждает, что она Уиселдаун, так что мне интересно, если эта строка будет взята из письма, которое публикует Уиселдаун, где она заявляет, что Крессида лжет. Хорошая месть, учитывая, что Крессида пыталась унизить Пенелопу. Трейлер, в сущности, закончился. До выхода финальной части сезона осталось немного. Первая часть словно чего-то не хватало, но, судя по двухминутному трейлеру, вторая часть будет более захватывающей, чем первые четыре эпизода «Жду, что будет». Вот трейлер второго сезона, третьего сезона «Бриджертоны».